Баскетбольный клуб Нижний Новгород продолжает свою праздничную серию матчей, но уже в Лиге чемпионов ФИБО. В гости к команде Зорона Лукича приехали баскетболисты из Сарагосы. В прошлом матче этих клубов испанцы смогли в концовке перевернуть ход игры и добить победу. В ответном противостоянии в Фоке-Мещерске повторяется тот же сценарий. Нижегородцы выходят на игру без трех игроков Торопова, Остапковича и Беленицкого. Тем не менее, первые три четверти НН ведет с более-менее комфортным преимуществом. В основном черно-белые играют за счет средних и дальних бросков. Под кольцом слишком высокие игроки Сарагосы, которые и не дают далеко убегать в счете баскетболистам Зорона Лукича. Вся драма происходит в концовке. В четвертой четверти Ганькевич и Бабурин садятся за пять фолов. И у Сарагоса открывается второе или уже третье дыхание. Сначала испанцы делают счет равным и переводят игру в овертайм. А уже в дополнительное время несколько точных попаданий дарят гостям победу 92-98. Обидное поражение Нижнего Новгорода. Тяжелое поражение, с другой стороны, усталость. Две игры в три дня. И первое, которое нам очень много, то есть ЦСКА заняла эмоции. Выброс эмоций был огромный. Сейчас эта игра, еще у нас шанс есть проложить дальше. Надо выиграть дома Сомбатель. Это тоже не будет просто. Никто не должен ожидать легкую победу. Но надеюсь, что мы можем сделать какие-то выводы. Сегодня, не хочу сказать как оправдание, а ли пойми, ты видишь моменты игроков. Очень большая усталость. Два игрока с пять фолов вышли с площадки. И было трудно, трудно принимать какое-то решение, какие ротации на самом концу. С точки зрения турнирного положения для Нижнего Новгорода еще ничего не потеряно. Вопрос выхода в плей-офф придется решать в последнем матче группового этапа против Фалка. Все там же Фоке-Мещерский. А пока что Нижний Новгород готовится к выезду в Белоруссию. 9 января в 13.00 НН сыграет против ЦМОКИ Минск в единой лиге ВТБ. Так что готовимся поддерживать Нижний Новгород. Прямую трансляцию смотрим в эфире ННТВ. Артемий Катков, Время новостей.